Болдеринг Привет, с вами Туда, где скалы И сегодня мы расскажем жителям Москвы и области, как и отпуск не брать, и болдеринг на естественном рельефе полазать. Да-да, в Москве есть болдеринг. Кто-то даже слышал об этом месте. Находятся камни в трех километрах от МХАТ, на территории Латкаринских карьеров. На машине можно подъехать практически к камням. Вот координаты парковки. К карьерам можно добраться и на общественном транспорте от метро Котельники, Рязанский проспект, станции Люберца-1, ориентируясь на координаты и СНТ-Горняк. На месте мы находим совершенно космические известняковые камни. Раньше в районе было три скопления камней, условно называемый полуостров, карнизы и свалка. Но жизнь вносит свои коррективы. Город растет и развивается. На месте свалки вырос жилой район. На многих из оставшихся камней надо создавать новые линии. Чем мы и занялись на разведке. Самый большой корнис обрушился, расколовшись на пару уютных траверсов. Всем привет! Я, соответственно, занимаюсь скалолазанием год. До этого лазила только в зале, только болдер и немного трудности. И вот я первый раз на камнях, на скалах. Я очень довольна. Страшно. Намного страшнее, особенно болдер на скалах. Никаких матов. Но если не стрематься, огонь! Карнизы найти просто. Они отчетливо видны с правой стороны, если идти от парковки вдоль берега. Полуостров стал островом. На острове приятно позагорать, но камни требуют расчистки новых идей. Отмеченный в гайдбуках траверс немного подтоплен и доступен только, когда вода всходит. Всем привет! Мы сюда приехали поплавать на лодке и полазить в болдер. И, как видите, на лодке мы уже поплавали. А когда дело дошло на болдер, выяснилось, что за 10 лет трассы немного устарели. Ну и мы придумали новые. Почистили там щеточками разными, лопаточками детскими, кстати, палочками. Вот такими щеточками и лопаточками. Есть и совсем легкие трассы, и тяжелые достаточно. Ну их как бы не так, чтобы много, и многие они не длинные, но это ближайший спот к Москве, где можно полазить в болдер. И если кто-то хочет попробовать, то можно сюда приехать. Достаточно пары крышпадов, в принципе, нормально. Берем крышпады обязательно страхующего. Камни расположены достаточно плотно, и лучше на некоторых трассах использовать несколько матов. На многих камнях очень низкий старт. Хоть песок и мягкий, но лучше и на него плотно. Район отлично подходит для первого знакомства с болдером и отдыха в выходные. Пляж, солнце, друзья – залог целесного спортивного дня. Приезжайте, тренируйтесь, и следите за новыми сериями туда, где скалы.